Всем привет, с вами Евкен. Сегодняшнее видео будет посвящено одной такой маленькой, но очень важной грамматической теме. И видео это родилось из моего опыта преподавания немецкого языка, частно, да и в университете тоже. И дело в том, что очень много людей, у которых уровень уже достаточно неплохой такой. Они выходят из A2 и переходят в B1, или у них уже может быть даже B2. Такой, достаточно неплохой уровень уже языка. Но почему-то всегда делают ошибки вот именно на это грамматическое правило. Давайте я вам покажу, что я имею в виду. А я имею в виду предложение от подобного рода. В этот год, в прошлый месяц, в следующий день, например, там на следующей неделе, в следующее воскресенье, на прошлых выходных и так далее. И я вам привел кучу примеров здесь вот по-русски. В этом году я купил машину. В прошлом месяце я никуда не ездил, на следующей неделе я буду много работать и так далее, и так далее, и так далее. И мы сейчас их все будем переводить. И чтобы их правильно сказать, нужно знать один важный принцип. Как вот эти вот все фразы русские переводятся. Здесь, видите, у нас по-разному. Иногда мы используем предлог в, иногда предлог на, иногда вообще никакой предлог не используем. И кажется, что и по-немецки это должно быть так же сложно. Но нет. По-немецки это все выглядит единообразно и очень-очень легко. Главное об этом знать. И это правило распространяется на любое обстоятельство времени, когда мы говорим о прошлом, используя слово «прошлый», например, «в прошлом году», «в прошлый месяц» или «на прошлой неделе», «прошлый вторник» и так далее, и так далее, и так далее. Вот, когда мы используем слово «этот» и когда мы используем слово «следующее». В общем, если мы используем одно из этих трех слов и потом все, что угодно, что относится ко времени, то тогда будет здесь играть именно это правило. И вот только этот вариант является по-настоящему хорошим. Что же это за такой вариант? Какой нужно использовать предлог в этом случае? Нужно ли его использовать вообще? Давайте я вам раскрою перевод первого предложения «В этом году я купил машину». Перед тем, как вы сейчас увидите перевод, я прошу вас перевести самостоятельно, и потом я скажу вам правильный ответ. Итак, 3, 2, 1. Внимание, правильный ответ. Dieses я habe ich ein Auto gekauft. И вся фишка, как бы весь секрет в данном случае заключается в одной простой истине. Вот это вот обстоятельство времени, нам перед ним не нужен никакой предлог вообще. Нам просто нужен винительный падеж и само это выражение. Просто dieses я в винительном падеже. И все. Но в винительном, то есть в акузативе, больше ничего нам не надо. И все остальные предложения будут переводиться по такому же принципу. Давайте мы вот это подчеркнем. И здесь напишем в скобочках «аккузатив». Итак, поехали дальше. Я думаю, дальше вы уже, соответственно, не будете ни в чем ошибаться, потому что здесь все предельно просто. В прошлом месяце я никуда не ездил. Как будет? Внимание, правильный ответ. Letzten monat bin ich nirgendwo hin gefahren. Почему именно letzten monat? Потому что слово monat месяц – der monat. Мужского рода. Поехали дальше. На следующей неделе я буду много работать. Внимание, правильный ответ. Nächste woche werde ich viel arbeiten. Nächste woche – окончание «э», потому что die woche – женский род. Поехали дальше. Этим летом я не поеду за границу. Внимание, правильный ответ. Diesen Sommer fahre ich ins Ausland nicht. И точно так же было бы, если бы мы хотели сказать, прошлым летом я не поехал за границу. Letzten Sommer bin ich ins Ausland nicht gefahren. Следующий пример, предпоследний. В следующее воскресенье я поеду на дачу. Nächsten. Sonntag fahre ich in die Datsche. И, между прочим, немцы, они могут сказать neksten, потому что c, h, перед, s в k переходит. То есть ее нужно читать, по идее, по правилу, как k. Nächsten. Но не все немцы так делают. Некоторые читают nech, nechsten, nechsten, игнорируя вот это вот фонетическое правило. Так что, в принципе, я бы сказал, что и так так правильно. Читайте, как вам больше нравится. Мне, наверное, все-таки больше нравится k, s. Nächsten. Nächsten Sonntag fahre ich in die Datsche. И последнее предложение в этом мини-уроке. На прошлых выходных произошло много неожиданного. И здесь тоже все, все время, ну не все время, а очень часто забывают, что слово wochenende, выходные по-немецки, это дословно конец недели. Das Ende. Слово Ende среднего рода. И поэтому let's test wochenende, es окончание, средний род, винительный падеж. Напишите, пожалуйста, про свою жизнь. Что у вас произошло на прошлой неделе, прошлым летом, прошлой весной, прошлой осенью. Или, может быть, что вы планируете делать на следующих выходных, в следующее воскресенье, в следующий вторник и так далее. Очень прошу вас написать мне здесь в комментариях несколько примеров, чтобы запомнить прям по-настоящему вот это вот правило. И никогда уже не ошибаться на него. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание. И до скорой встречи. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Всем пока. Пока.